здравствуйте уважаемые зрители вы на канале рукоделия путешествий меня зовут Юлия и сегодня на мне новый летний джемпер я его назвала зигзаги миссони он связан из остатков пряжи летних составах хлопок лен шелк таким простым узорчиком зигзагом и я намиксовала разные оттенки и получилось очень очень симпатичное изделие его можно сделать нарядным с пайетками с люликсом как угодно можно использовать разные цвета и разные остатки у меня связаны рукавчики вязание сверху вниз можно их удлинить можно делать платье ну в общем тут фантазия можно применить как угодно узор позволяет это сделать то его вывязать до конца он не требует тут каких-то резинок достаточно такое просторное изделие продуваемая благодаря этим дырочкам которых тут много и очень удобная вещь в дальнейшем на столе я покажу как я работала над этим изделием уже по готовому изделию расскажу о расчетах петлях и так далее приятного просмотра еще раз здравствуйте расскажу про этот красивый джемпер идея его пришла когда я увидела свои остатки но это то что осталось уже после этого значит остаточки здесь такие это хлопок хлопок стопроцентный кофе ортика у меня из этого хлопка связан жакет в стиле шанель там с добавлением пайеток все ссылочки на изделия я оставлю в инфобоксе тех изделиях которых буду рассказывать пряжа от которых у меня здесь остатка второе это пряжа от джемпера ажурного с капюшоном летнего это хлопок или он значит это хлопок это хлопок или он это хлопок или он от последнего джемпера ромбики вот здесь маленькие такие у меня зигзаги из него из этой пряжи из него из нее и шелк разные оттенки шелка темно-синий и такой ярко-сине-фиолетовые у меня связано шелковая футболка вот эти все летние пряжи я собрала что мне показалось что надо их наверное как-то и связать но даже все и связать не получилось можно было конечно рукава подлиннее сделать они здесь короткие но мне кажется что я их достойно использовала применила и теперь у меня есть классный летний джемпер зигзаг миссони так вязание сверху вниз вот здесь реглан погон по петлям сейчас расскажу сначала покажу потом расскажу папе резинка 2 на 2 сначала вяжется потом переход на реклам погон причем он от резинки переходит 2 лицевые вернее 6 петель 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые вот как идет здесь сразу включается узор у меня постепенно но узор рассчитывается от середины передней части и спинки то есть я рассчитала по петлям чтобы вот здесь выходила в этот узор но сначала это по спинке спинка у меня без углубления горловины впереди есть углубление горловины дальше связала реглан здесь ровненько разделила на две части довязала до проймы тут добрала несколько петель чтобы совпал узор чтобы не было здесь какого-то шва перехода и так далее чтобы узор по кругу весь сохранялся поэтому я здесь добрала петли вот если надо там можно так рассчитать довязать вот здесь чтобы не делать подрез не добавлять петли но я уже довязала потом подумала что мне же надо как-то узор здесь сохранить вылезла не . далее по кругу донизу и резиночка внизу единственное что вверху у меня резинка 2 на 2 внизу один на один но я думаю что это не страшно потому что эту резинку здесь не очень видно она коротенькая только для того чтобы не закручивался край вот и она вывязана соответственно тем же цветом который тут был темно-синий шелк рукава от проймы прямо от проймы идут набрала из каждой кромочной 2 лицевые тоже рассчитала узор но здесь проще потому что здесь есть головка рукава вязана соответственно вот от вершины я начинала рассчитывать узор у меня узор идет от самой вершины пошла ну как вяжется этот узор вяжется очень очень просто это такой зигзаг на 12 петель вот здесь 1 1 накид потому что тут пока что еще не вышло на достаточное количество петель и затем добавляю добавляю но в общем чтобы узорчик был аккуратный весь по кругу вот так ширину этого узора то есть раппорт можно делать любой у меня рапорт на 12 петель здесь можно другое количество петель использовать его сделать шире или уже можно сделать пошире немножко у меня идет таким образом лицевая накид 4 лицевых 3 вместе чтобы 1 сверху было 4 лицевых накид лицевая и так далее значит еще раз повторю лицевая накид 4 лицевых 3 вместе 4 лицевых накид лицевая вот 12 петель ну и для симметрии 1 еще до плюс 1 так вот таким образом по изнанке все изнаночными вяжутся если это поворотные ряды если это по кругу то все 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 лицевыми и накиды провязываются лицевыми что касается высоту узоров цветов тут тоже можно варьировать на свой вкус как нравится тут у меня шесть рядов 6 тут 8 4 тут 8 ну они тут разной высоты но плюс-минус она конечно тут у меня соблюдается система система соблюдает 4 6 не 6 8 4 8 вот так 6 8 тут у меня пропущен один зигзаг пропустила вот этот цвет но не страшно она на общем фоне не видно но и здесь тоже все это у меня на рукавчике повторяется все мои цвета очередности единственное тут не вышла на светлый я не хотела делать светлый манжет хотела чтобы он был темным как внизу но при этом у меня рукав в принципе если вот так приложить он выходит ну совпадают его цвета ну вот допустим на спинку да вот так если приложить вот таким образом вышел на тот же узор как и на теле изделия когда его надеваю он в принципе вот так и смотрится так как надо вот ног спинка у меня тут без выреза длина я померю весит весит не помпом что-то 200 грамм где-то у меня записано но я не помню ширина 53 сантиметра 10 354 длина изделия 56 57 от плеча если мерить от плеча но и плечо вместе с рукавом можно померить 32 сантиметра само плечо 16 ну и 16 рукав получается вот так вырез горловина здесь сначала резинка 2 на 2 а затем три ряда изнаночными петлями теперь по петлям значит сейчас открою свои свои записки и расскажу вам я расскажу по петлям но в принципе в инфобоксе все описание есть я там его разместила так значит набор вот поближе покажу обычный набор у меня здесь можно сделать эластичный на свой вкус любой вариант здесь не держится резинка поэтому в принципе на свой вкус можно так горловина 60 сантиметров это 132 петли у меня 22 23 петли в 10 сантиметров я исходила в среднем из из тех образцов которые вязала для каждого изделия поэтому где-то так 22 23 плюс-минус мне главное было рассчитать именно горловину чтобы она была нормальная а дальше уже принципе вязание сверху можно мерить и на себя примерять и уже решать что как это как с этим работать дальше значит из остатков пля пряжи зигзаги миссони назвала этот джемпер так я его изобразила так я его и связала спицы 375 раппорт 12 петель я уже рассказала значит лицевая накид 4 лицевых 3 вместе 4 лицевых накид ну дальше уже уйдет лицевая тоже следующий следующий часть следующего раппорта то есть это один ряд второй ряд все изнаночные либо все лицевые если по кругу это я повторилась все было все было рассказано в первой части так обработка спицы номер ты значит на третий номер я набираю 132 петли плюс 1 133 замыкаю в круг и вижу там 10 12 рядов резинкой 2 на 2 затем провязываю 3 ряда изнаночной перехожу на спицы 375 разделяю петли на такие части 58 спинка 62 передняя часть и по 6 петель ну реглана до реглана погона или на плечевой шов неравное количество в мире между передней части и спинкой потому что здесь у меня участвует узор горловины переходит в плечо на это не обязательно можно разделить поровну и сделать этот плечевой шов просто обычными лицевыми петлями можно не 6 петель можно оставить 2 можно 5 можно 10 сколько угодно в принципе тут можно сделать плечо какое какое нравится далее спинка ровненькая делаю вырез горловины укороченными рядами вижу значит значит провязала 58 6 потом добавила одну возвращаясь в эту сторону еще одну 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 три раза по одной петле два раза по 2 2 раза по 3 2 раза 4 и 20 в серединке замыкаю в круг замкнулась в круг вот как вырез этот выглядит вот он ну насколько он глубокий ну вот так вот так где-то потому что здесь вот только начинается синенький а здесь он ну вот так провязан на такой вырез горловина у меня получился при этом я сказала что я сразу распределила петли но по спинке это все просто я нашла серединку до у меня было 58 я плюс одну добавила так плюс одну чтобы сделать среднюю сейчас найду где там середина у меня чтобы сделать среднюю вот тогда я ее добавила или тут или тут где-то добавила наверно вот это и получилось что мне нечетное количество петель меня здесь получилось 59 потому что я одну прибавила для симметрии рисунка рисунок у меня раппорт 12 но плюс одна петля для симметрии чтобы было с двух сторон он одинаково симметрично симметричный был потому что если мы посмотрим на рапорт он начинается с лицевой петли заканчивается накидом и для симметрии нам нужно одна петелька поэтому нечетное количество петель у меня получилось за счет прибавки одной петли по серединке спинки точно так же я сделала и по середине передней части да когда перешла в круг значит распределила петли и узор начала делать вязать самого начала ну вот у меня провязан один ряд лицевыми сразу после орловины а потом уже пошел узор маркерами расставить и распределить как бы тут как это объяснить начиная от середины соответственно вот одна петля 12 12 12 12 и будет в одну сторону 12 12 12 12 рапорт в другую сторону и вот таким образом точно также по передней части отсчитываем что у нас тут плюс одна петля 12 12 12 12 и рассчитываем что здесь у нас будет какая какой фрагмент узора у нас попадает на начало но вот у меня здесь на момент вот этого прибавок у меня здесь попал не у меня здесь уже попали вот на сначала просто лицевые у меня шли вот в этом фрагменте не было никакого узора а потом уже у меня уже здесь значит начинается узор то есть уже по расчетам здесь должен был начинаться узор он начался и я постепенно его добавляла добавляла и вышла в серединку таким образом ну вот распределить петли для узора рапорт 12 плюс одна петля одну петлю добавить посередине переда и спинки для симметрии узора вот я так и написала вот у меня было 59 ночь я распределила одну петлю добавила 12 12 и 5 в конце 12 12 и 5 в конце и точно так же по передней части 1 посерединке 12 12 и 7 12 12 и 7 и уже от этого пляшу и распределяю узор прибавки по плечевому шву в рекламных этих линиях у меня в каждом втором ряду прибавка идет в петли предыдущего ряда плюс перекрученная протяжка то есть как это выглядит значит я довязываю до маркера делаю прибавку из перекрученной протяжки между петель петель петли реглана и петлей детали а затем делаю еще одну прибавку в петлю предыдущего ряда рекламной линии далее провязываю 6 петель регланной линии до маркера тут у меня следующий маркер я в обратном порядке делаю прибавку в петлю предыдущего ряда и затем прибавку из перекрученной протяжки но здесь к сожалению сложно очень показать это все не продемонстрируется на такой пряжи вот здесь они у меня идут можно делать прибавки в каждом ряду это то же самое как две в лицевом принципе две прибавки в лицевом можно делать любой вариации не обязательно в петле предыдущего ряда можно делать перекрученную протяжку возле регланной линии и через через одну петлю вот здесь сделать да тоже будет рядок прибавок ну на свой вкус либо в каждом ряду делать тогда может быть кому-то проще я по идее здесь прибавки в каждом ряду но я их делаю только в лицевом но просто по 2 дальше дальше 35 рядов провязываю реклана вот этого плечевого шва 35 рядов соответственно я прибавила 70 петель 35 с одной стороны и 35 с другой стороны и соответственно здесь также 35 тут 35 тут и что у меня получилось у меня было 63 плюс 70 130 передняя часть 129 спинка и я добавила подрезы плюс у меня получилось 2 петли 2 петли с каждой стороны или по 1 по 2 петли по одной петли с каждой стороны почему-то у меня так получилось я не знаю почему честно не знаю почему и дальше пошла вязать по кругу вот но здесь уже у нас будет так как у нас круговое вязание у нас будет 22 раппорта по 12 петель это 264 петли да я две петли добавила в подрезах тут ничего не хватало я их добавила то есть здесь мы тоже можем рассчитать мы можем четко вырезать вот здесь количество петель для по узору и здесь тоже и вообще прибавок в подрезок не делать или если фигура не позволяет не делать прибавок подрезок это тоже можно можно даже целый раппорт добавить в подрезе ничего страшного 12 петель это не так много поэтому здесь именно для того чтобы замкнуть это все в круг равномерно чтобы вязать нам нужно соблюсти количество петель кратное 12 если раппорт 12 если раппорт больше то кратное количество петель в раппорт вижу дальше по кругу там уже все просто 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 по кругу вижу 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 до нужной длины можно связать целое платье здесь у меня я обрезала пряжу каждый раз я потом просто это все здесь хвостики все заправила аккуратно внизу резинка один на один на тех же спицах 375 чтобы не стягивала буквально тут 56 3 все тело закончено связала затем перехожу к рукавам длина проймы длина пройма здесь у меня 18 сантиметров но это тоже индивидуальный размер высота проймы все индивидуально можно сделать широкую можно узкую можно вообще не вязать рукава будет такая маечка можно связать больше плечо будет спущенное плечо и соответственно тоже рукав можно не вязать просто обвязать резинку это уже дело вкуса значит у меня что я набрала петли а вот эти петли регланной линии у меня были сняты на булавочку 6 петель я их здесь сняла когда разделила на две части после того куда вязала разделила на две части здесь эти петли у меня были сняты когда писала рукав я набрала здесь из каждой кромочной две петли плюс вот эти шесть петель тут и скажешь без каждой кромочные две петли сейчас я покажу с изнанки вот так это выглядит тут в наборе вот этой пряжи набирала которую меня больше 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 других было вот так набрала и затем укороченными рядами а и здесь же опять сделала одну петлю прибавила сверху вот между изнаночными я сделала одну прибавку и в ней у меня вот эта петелька оказалась узора опять же для симметрии чтобы это было центральная ну средняя центральная петля вокруг которой накид именно я ее вывязала между изнаночными вот здесь добавила что у меня по петлям у меня по петлям я набрала 82 петли плюс 1 83 получилось у меня по кругу и дальше я вязала следующим образом сразу узор с первого ряда и соответственно здесь я провязала так от центра 7 петель в одну сторону 7 петель в другую затем плюс 6 затем четыре раза по пять и два раза четыре петли и замкнулась в круг замкнулась в круг но здесь у меня узор не не совпал как бы ну это сложно можно конечно рассчитать так чтобы тут был узор по кругу но это не обязательно все равно шов как бы боковой и кроме этого я еще подрезик убрала два раза по две петли то есть минус 4 значит у меня было 83 минус 479 петель и вот сначала самого начала вот тут я включаю узор каждый раз на когда вижу включаю постепенно его включаю и в конце уже довязываю вот так узором полностью а здесь у меня идет сокращение петель вот в подрезе насколько видно вот так я их сократила 4 петли здесь провязана у меня если посчитать от от шва раз два три 4 5 6 7 14 рядов 14 15 рядов здесь провязана рукава ну плюс 5-6 рядов резинки здесь я уже спицы два с половиной использовала чтобы немножко стянуть его закрытие самое обычное но закрыть можно как вам нравится вот так это выглядит с изнанки вот таким образом кстати на изнанке тоже этот узор очень классно смотрится вот такая простая кофточка джемпер футболка как угодно простым узором но используя разные оттенки можно связать шедевр я считаю я не считаю это шедевром то что я связала но в принципе можно очень красиво все объединить можно и люрекс и пайетки и разные оттенки можно в одной цветовой гамме можно сделать какой-то вариант с использованием вообще не подходящий к друг другу цветов это тоже будет красиво ярко как у миссони вот такая футболка если видео было полезным интересным подписывайтесь кто не подписан ставьте лайки жду вас на своем канале спасибо за внимание всего доброго до свидания